Мелодия, которую вы сейчас слышите, играет из вазона, а включил я эту мелодию на смартфоне Lenovo и передаю ее на вазон через блютуз. Всем привет, в этом обзоре мы посмотрим с вами на музыкальный вазон для цветов со встроенной блютуз колонкой. Мелодии здесь можно включать не только через блютуз, но и дотрагиваясь до листиков цветка, из колонки будет воспроизводиться по одной нотке предзаписанных мелодий. В этом обзоре я расскажу вам про комплектацию, внешний вид, цветовой ассортимент, расскажу про характеристики и элементы управления, а также сравню в работе с другой блютуз колонкой. Приобрести музыкальный вазон в Украине можно перейдя по ссылке под роликом, там же есть дополнительная информация, но мы начнем с комплектации. Поставка умного музыкального вазона идет в коробке, напоминающую устройство от Apple или Meizu. Белый цвет и светло-серые надписи мне об этом напомнили. На боковой грани представлены характеристики на китайском и английском, из которых мы можем понять, что в вазоне присутствует блютуз, который действует до 10 метров. Имеется аккумулятор 1200 мАч, заявленным временем работы до 12 часов. Время зарядки может длиться до 4 часов. Также параметры веса, габаритов и музыкальные характеристики, с которыми я бы поспорил, но не за такую цену. Даже среди простых блютуз колонок этот вазон имеет заманчивый ценник, а также можно и цветочек посадить, ну не прелесть ли скажите. В комплекте имеется USB кабель для зарядки и полная иллюстрированная инструкция на английском и китайском языке. На данный момент модель имеет 3 цветовых решения. White, Blue, Pink. Внешний вид у гостя нашего обзора вполне интеллигентный. Вазончик выполнен из пластика, имеет яйцеобразную инопланетную форму и будет опрятно смотреться на пластмассовом подоконнике, на домашнем холодильнике и на деревянном столе ему тоже найдется уютное место. Я как человек, который не понаслышке знаком с цветами, знаю как эти друзья быстро растут, поэтому хочу обратить внимание, что диаметр полости для посадки цветка равен всего лишь 7 сантиметров. Если вы собираетесь высаживать большие растения, то данный девайс подойдет как детский садик для сашенцев с последующей пересадкой, но можно посадить и крохотный кактус, но при этом не совсем приятно будет играть мелодии прикосновением к растению. На фронтальной стороне имеется сперва заглушка, под ней порт microUSB для зарядки. Далее комбинированы кнопки, кнопка включения-выключения устройства, она же Bluetooth. После кнопка смены встроенных мелодий, когда вазон выключен, нажатие на эту кнопку задействует ночник. Есть два режима ночника, первый светит беспрерывно белым, второй переливается разными цветами. В режиме проигрывания музыки лампа ночника преображается в цвета музыку. Внутри вазоны имеется отверстие для слива воды, а также металлический штифт, который используется для того самого сенсорного взаимодействия человека с устройством. Не обязательно даже дотрагиваться достаточно движений возле него. Внизу помимо уже известного нам отверстия слива воды, мы видим пластмассовые ножки и решетку для вывода звука из динамика. Высаживать цветок возможности у меня к сожалению нет. Я не приобретал это устройство, а попросил его на обзор, чтобы показать вам. Если это видео наберет достаточное количество просмотров и позитивных оценок, то будет второе видео с высаженным цветком. Ну а пока учебка. Достаточно легких движений, чтобы вазончик по нотам играл мелодию. Их тут кстати несколько. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И так далее. Теперь сравним работу музыки по блютуз. Заранее прошу прощения за качество звука. Во всех своих роликах я перезаписываю голос на специальный микрофон. А в данном тесте будет сырой звук из записи обзора. Но и по нему будет понятно о чем идет речь. Сперва моя старая колонка GameX. Для честности эксперимента я буду делать с ней различные движения, чтобы было понятно, что я вас не обманываю и звук с колонок идет настоящий. Звук моей колонки мне уже известен. Я к нему привык и он мне нравится. Теперь попробуем подключить музыкальный вазон. Что приятно удивило, так это наличие настоящих низких частот в песне. Не буду спорить, в моей колонке их меньше. Но зато в моей колонке довольно уверенная работа от частоты выше 6 кГц. В азоне их меньше, из-за чего мелодия больше похожа на транслирование радио. Но дело не в частотных характеристиках звука. Что самое главное. Этот фасон выглядит красиво. Красиво. Играет музыку. Играет. Музыка приятная. Естественно. И вот это самое главное. В целом устройство очень хорошее для своей цены. И что немаловажно, оно интересное и понятное для всех возрастных категорий. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы и замечания в комментариях. А я буду монтировать следующее видео. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok